Воркшоп по корееведению. Заседание ученого совета Казанского федерального университета. Педагогические классы в Елабужском институте Казанского федерального университета. Открываем мир науки. Турфест 2022. Всем привет! В эфире Мир Ньюс, а в студии Кристина Отекина. В актовом зале Института психологии и образования Казанского федерального университета состоялась открытая лекция «Инклюзия. Как много в этом звуке». Спикером выступил советский и российский ученый, психолог Николай Малафеев. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности смотрите далее. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. До начала заседания заместитель председателя ученого совета КФУ профессор Дмитрий Таюрский сообщил о введении в состав ученого совета Ленара Сафина, ректора университета, председателя ученого совета. Можем начать заседание. Повестка дня представлена на экране, поэтому я ее зачитывать не буду. Повестка заседания включала в себя шесть основных вопросов и ряд сопутствующих из блока разные. Членам ученого совета предстояло провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и другое. Переходим к рассмотрению дел, связанных с проведением тайного голосования. Я обращаю ваше внимание, что надо голосовать, а там в ряде моментов надо вычеркивать ту или иную фамилию. Конкурсно-институционная комиссия рассмотрела претендентов на заведование кафедрами и единогласно рекомендовала всех институтов к участию в выборах. На заседании ученого совета были вручены награды работникам и обучающимся Казанского федерального университета за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. В блоке «Разное» члены совета обсуждали вопросы о создании колледжа в организационной структуре Иллабужского института, о создании диссертационных советов. Уважаемые коллеги, диссертационный совет – это есть, с одной стороны, лицо Казанского университета, и мы не можем допускать, чтобы в работе диссертационных советов были какие-то непорядки, неправильные действия. С другой стороны, диссертационный совет обязан вполне объективно со всех сторон оценить диссертационную работу. Напомним, что с 1 сентября 2017 года Казанский федеральный университет получил право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на ЦСКА неученых степеней, доктора и кандидата наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей и многое другое. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Александр Кузнецов, Универньюз. Разнообразная и яркая культура Кореи берет свои мифические истоки еще 5000 лет назад. Пожалуй, это самая традиционная страна, сочетающая в себе современные и древнейшие субкультуры. Почему это течение с каждым днем набирает все больше популярность, как познание культуры Кореи помогут учителям, получилось узнать у нашего корреспондента. 30 сентября в полилингвальном комплексе Адеменар прошел воркшоп по корееведению для учителей. Целью данного семинара является предоставление точных и объективных знаний о Корее, в российских школах об укреплении взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кореей. В центре внимания участников воркшопа стоят вопросы, посвященные развитию российского корееведения, а также исследованию методики преподавания истории, экономики, культуры, IT-технологий и внешних связях с Республикой Кореи. Казанский Федеральный Университет старается поддерживать это течение, развивая в УДИ различные направления в области корееведения. В Казанском Университете на данный момент язык и историю Кореи, невзирая на происходящие в мире турбулентности, изменения, изучает порядка тысячи человек. Интерес Кореи к ее культуре у нас не ослабевает, и тому доказательство в том числе и большое количество поступивших в международных отношениях в текущем году, где профильным направлением, где профильным языком является корейский язык. В современных условиях, я думаю, вся вот эта турбулентность так или иначе пройдет, а нам важно сохранять культурные, научные контакты, человеческие контакты между нашими преподавателями, между нашими студентами, между нашими гражданами. И вот этому очень способствуют такие мероприятия, которые сегодня проводятся. С момента своего существования в 1991 году Корейский фонд осуществляет различные проекты, такие как поддержка зарубежного корееведения и изучение корейского языка, культурные обмены и программа обмена студентов для улучшения взаимопонимания между Кореей и международным сообществом, и развития дружбы и товарищества. Несмотря на геополитическую обстановку в России, Казанский федеральный университет продолжает совершать научно-образовательный обмен. ВОЗ всегда открыт к международному сотрудничеству и способствует его развитию. История Кореи очень популярна ныне в России, и наш институт международных отношений принимает, мне кажется, большое участие в развитии этого направления, как корееведения. Мне кажется, мероприятие будет очень интересно. Организаторами воркшопа выступает Центр исследования Кореи и корееведения Института международных отношений Казанского федерального университета, Институт развития образования Республики Татарстан, а также Корейский фонд. В результате данного мероприятия ожидается увеличение числа исследователей по корееведению Республики Татарстан, а также создание сети для будущего сотрудничества в области образования между Республикой Корея и Республикой Татарстан. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета будут готовить будущих педагогов еще со школьной скамьи. Подробности смотрите в следующем сюжете. 28 сентября в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие психолого-педагогических классов, традиционно начавшись из гимнов Российской Федерации, Республики Татарстан, Елабуги и Казанского федерального университета. С приветственным словом на главную сцену вуза поднялась директор Елабужского института Елена Мерзон. Заслуженный учитель Республики Татарстан поздравила участников проекта с выходом на новый уровень в профессии педагога и выразила благодарность за эту исключительную возможность. Я очень надеюсь на нашу совместную продолжительную дружбу. Еще раз всех с большим удовольствием приветствую. И мне очень приятно, что это тот проект, который сегодня поддерживают и инициируют очень многие важные и серьезные люди. На сцену во время мероприятия неоднократно выходили представители образовательной сферы Республики Татарстан для того, чтобы рассказать будущим наставникам о широкой деятельности педагога. Она не ограничивается прочтением лекций и отслеживанием выполнения практических заданий. Особую роль играет нравственный и духовный облик учителя. В стороне не остались и представители Министерства образования и РТ. Так, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Роза Шеяхметова рассказала о зарождении педагогических классов. Мы иллюзиями себя не кормим о том, что стопроцентно выпускники психолопедагогических классов будут поступать в педагогические вузы или в педагогические направления. В жизни так не бывает. Но если даже 50-60% выпускников школ выберут профессию учителя, это уже будет для нас системная работа. Отметим, что в психолого-педагогических классах, базирующихся в Елабужском институте КФУ, будут заниматься 69 учащихся образовательных учреждений четырех школ Елабыги на период обучения школьников в средней школе в 10-11 классах. В этом учебном году запланировано проведение лекций и практических занятий в интерактивном формате по двум элективным курсам «Основа педагогики» и «Основа психологии». Каринин Саяхова, Медиа-центр Елабужского института КФУ. Фестиваль «Открывай мир науки» — это ежегодный проект Набережничелнинского института КФУ, направленный на презентацию студенческих научных кружков и привлечение в их ряды первокурсников. Подробнее смотрите далее. 28 сентября в стенах инжинирингового центра КФУ прошел очередной фестиваль «Открывай мир науки», на котором были представлены интерактивные точки. Их тематика разнообразна и интересна, от VR-лаборатории до криминологии и криминалистики. По словам начальника отдела научно-инновационной деятельности, члена Совета Ассоциации молодых ученых КФУ Динара Фазулина, в настоящее время в институте работают 16 научных кружков — технические, гуманитарные и, естественно, научные. Каждый желающий студент мог ознакомиться с деятельностью того или иного кружка, задать интересующие их вопросы и вступить в ряды активных участников. Это позволит легче освоить полученные материалы в ходе получения образования и позволит... Это как бы первая ступень для научной деятельности. Студенты-первокурсники с интересом посетили каждую из представленных точек научных объединений. Но особое внимание ребят привлекли криминалистика и криминология. Именно здесь собралось самое большое количество заинтересованных. Помимо занимательного интерактива, участники могли ознакомиться с базовым набором криминалистам, посмотреть инструменты и послушать мини-лекцию об их предназначении. Мне кажется, очень интересна такая задумка и вообще распределение людей по интересам, что есть такая возможность изучать какую-то сферу деятельности, вне зависимости от того, на каком направлении ты учишься. Благодаря проведению подобных мероприятий студенты легко погружаются в мир научных проектов, узнают о значимых наработках ученых и становятся частью большой семьи научного движения Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Медиа-центр Набережно-Челнинского института КФУ. Осенний вечер, треск поленьев и песни под гитару. Настоящая романтика. Но любой отдых может быть испорчен, если ты не обладаешь определенным набором знаний и навыков. Где их можно приобрести, узнаете в следующем сюжете. Туристический фестиваль, организованный студенческим турклубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго», подошел к концу. Местом проведения был выбран лес на побережье реки Илеть. Здесь на протяжении двух дней 10 команд проходили различные этапы туристической подготовки. Команды сами оставили лагерь, что мы помогали, также объясняли, как это делать, учили. И для чего все это нужно? Для того, чтобы ребята, которые хотели бы заняться таким видом отдыха, понимали, как это делать правильно, безопасно и без вреда для окружающей среды. Активный отдых на природе – то, к чему необходимо основательно подготовиться. Освоить навыки ориентирования, научиться правильно выбирать место для костра и установки палатки. Обучиться этому проще на практике, когда рядом есть уже бывалые туристы с профессиональным снаряжением. В этом году Турфест был проведен при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Росмолодежь. Средства были направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения, а также на производство фестивального мерча. За время фестиваля участники научились преодолевать болотистые участки, вязать базовые узлы, правильно ставить палатку и разжигать костер. В ближайшее время турклуб Казанского федерального университета проведет ряд мероприятий, на которых студенты смогут узнать о том, как правильно подготовиться к походу. Маргарита Михайлова, Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok